Сегодня утром в районе 6.35 утра поступило сообщение о взрыве газопровода в районе деревни Беленинова. Огонь в поле заметили проезжающие мимо люди рядом с улицей Школьной. Как сообщили в МЧС, на этом участке проводится строительство объездной дороги. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже наблюдалось факельное горение высотой 7 метров. О причинах происшествия с места событий моя коллега Юлия Федориненко. На участке, где произошло ЧП, будет проходить трасса Болтину-Тарасовка. Для того, чтобы строители могли здесь работать, необходимо расчистить территорию от снега. Именно для этого сегодня утром сюда выехала техника. Как минимум один трактор, который провалился под землю из-за того, что болотистая местность застрял в грязи. И пытаясь выбраться, как раз таки и повредил тот самый газопровод высокого давления, в результате чего и произошел взрыв газа. Газ вырвался наружу и посреди поля образовался огненный столб высотой почти более 7 метров. Вот кадры, снятые проезжающими мимо автомобилистами. А это уже видео с расстояния всего нескольких метров. Зрелище красивое, но весьма опасное. Удивительно, что в результате происшествия никто не пострадал. Я так понимаю, они когда зацепили газопровод, замкнуло еще, мы находимся под лэпками. Произошло возгорание газопровода. Возможно, что здесь какая-то еще напорная канализация была давняя. Отсюда вот вода в котловане. Как пояснили в пресс-службе АО «Мособлгаз», на балансе которого находится газопровод, данные земляные работы осуществлялись несанкционированно сторонней организацией, задействованной на строительстве дороги. Работы в охранной зоне газопровода проводились без согласования с газовой службой. Никто земляные работы и что-либо здесь не согласовывал. То бишь, это все делается, поэтому, наверное, работают ночами. То бишь, я предполагаю, что это было ночью, в темное время суток. Земляные работы в темное время суток вообще проводить не получится. Трубопровод перекрыли оперативно, но еще два часа продолжалось горение, и только после аварийно-ремонтной бригады смогли приступить к работе. Первоочередная задача – откачать воду, затем организовать подъезд к котловану, и только после этого специалисты газовой службы смогли ликвидировать повреждения и возобновить подачу газа. С утра без голубого топлива остаются жители 120 домовладений в деревне Погорелки. Под отключение попал частный детский сад. 30 детей были переданы родителям. В ликвидации аварийной ситуации задействовано 6 бригад МОСУ «Былгаза», строители, Ростехнадзор, представители Мытищинской администрации. Проверку по факту повреждения газопровода начала прокуратура Московской области. Юлия Федорененко, Константин Бондаренко. Первом Мытищинске. А сейчас коротко о том, что еще попало в поле зрения журналистов. Весна на пороге. Коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопадов. Так выглядит привычное утро автолюбителя. Двойная защита. Пятая волна коронавируса спровоцировала очереди на ревакцинацию. Пожалуйста, любую вакцину мы имеем в наличии на сегодняшний день. Платить по счетам. Что ожидает потребителей услуг ЖКХ за неуплату? У людей есть в имуществе и частный дом, и дорогие машины. Поэтому приходится к таким мерам прибегать. Как стать чемпионом? Секретами успеха делится воспитанница школы Олимпийского резерва по плаванию. Чтобы показать достойный результат, нужно не только работать на тренировках, но и справляться со своими нервами. Заснеженные дворы и улицы остаются самыми популярными вопросами, с которыми обращаются мытищинцы. Ежедневные снегопады делают работу коммунальщиков практически незаметной. Кажется, что в этой ситуации может помочь только весна. И она, судя по прогнозам синоптиков, уже на пороге. Зима в этом году сказочная и снежная. Но для водителей одно желание, чтобы эта сказка кончилась побыстрее. Так выглядит привычное утро автолюбителя. И, похоже, пешеходы скоро присоединятся к водителям. Только разгребать от снега придется тротуары. Настоящие горы снега и каша под ногами. Жители юбилейной всю зиму сталкиваются с одной и той же проблемой. Куда идти и у кого просить помощи, они уже не знают. Снегом нас засыпало, ходить, как вы видите, невозможно. За всю зиму почищен тротуар наш был так вот основательно один раз. Соседние дворы убирают систематически. Но почему-то этот дом под номером 24 остается без внимания коммунальщиков. Соседние дворы вот через дорогу почищены отлично всю зиму. А мы страдаем. Это по какому адресу почищены? Ну, это вот юбилейная 16 и так далее. Вот та сторона. Сегодня на их улице праздник. Уже с самого утра настроение поднимает спецтехника и сотрудники коммунальных служб. Жители довольны, что к концу зимы они смогут передвигаться без особых усилий. Это, пожалуй, наверное, второе место, где я увидела, что убирают территорию и по дворам вообще не проехать. Не проехать, не пройти. Проехать не могут не только автолюбители. Пенсионеры и мамы с колясками постоянно попадают в снежные капканы. Мария недавно переехала в наш город из шумной Москвы. Ее привлекли парки, инфраструктура и близость к столице. Но заснеженные улицы портят все впечатление. Тротуары не чищены, дорога не чищена. Если ты идешь по дороге, то машины и тебе даже с коляской некуда отойти. Ну, то есть очень тяжело, максимально некомфортно. Погода непредсказуема. Ночью минус, днем плюс. И сегодня под ногами каша. А еще пару дней назад под ногами блестел лед. Только за прошедшую неделю в травмпункт обратились более 400 пациентов. 25% из них дети. Чаще всего диагностируют ушибы, растяжения и переломы. Уборка льда, снег во дворах жилых домов – это обязанность управляющей компании. Но не всегда она проходит по плану. Основная проблема – это, конечно, транспорт, который стоит по обочинам. Вы видите, они уже давно стоят, все заснеженные. Убрать их и убирать вокруг них очень тяжело. И, соответственно, увеличивать наше время для очистки. Ну, стараемся, ищем телефоны, водителей предупреждаем заранее. Поддерживать в порядке дворы невозможно без взаимного уважения, понимания и хорошего дворника. Снегопады прекратятся к выходным, обещают синоптики. А пока следует запастись терпением. Андрей Колосов, Денис Корнев, Первый Мытищинский. И в продолжении темы. Ледниковый период – так называется акция Гожил инспекции Подмосковья. Которую решили организовать в связи со сложными погодными условиями и обильными снегопадами. Сотрудники ведомства ежедневно проверяют, как очищается кровля от снега и наледи. И насколько соответствуют планам графикам уборки. Они разработаны совместно с управляющими компаниями и муниципалитетами. Сейчас рабочая нагрузка распределена между ними таким образом, чтобы за неделю были утилизированы все скопившиеся снежные образования. Напоминаем, что у Гожил инспекции продолжает работать телефон горячей линии. По номеру, указанному на экране, вы можете сообщить о своей коммунальной проблеме. Сегодня на оперативном совещании в окружной администрации глава городского округа Мытища Виктор Азаров представил первого заместителя главы администрации Юлию Купецкую. Ранее Юлия Олеговна занимала должность главы городского округа Серпухов. Родилась 6 мая 1981 года в городе Тимиртау, в республике Казахстан. Трудовую деятельность Юлия Купецкая начала в 2003 году в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Московской области. Возглавляла нормативно-правовой отдел администрации Подольска. С 2015 по 2018 годы заместитель главы администрации Серпухова. В августе 2019 года назначена главой этого городского округа. По образованию Юлия Купецкая юрист. Также прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». И еще о кадровых перестановках. Заместители главы администрации городского округа Мытищи Иван Яськив, Ольга Гренц и Сергей Покатило больше не исполняющие обязанности. Их утвердили в постоянном статусе. На должность исполняющего обязанности начальника управления потребительского рынка и услуг администрации назначен Денис Зернов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления. Изменения уже отражены в разделе «Структура администрации» на официальном сайте городского округа. В Мытищах продолжают работу мобильные офисы Центра здоровья. В них жители округа могут пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. На этот раз наша съемочная группа посетила офис рядом с Экобазаром. Алла Сталаева расскажет о том, как проходит процедура и какие документы нужно обязательно взять с собой. Когда вы делали первую вакцинацию и когда вторую? В прошлом году. В прошлом году сколько времени прошло? Более полугода? Вот как раз уже полгода и прошло. Полгода и прошло. А значит, настало время для повторной вакцинации. Именно так решил житель Мытищ Дмитрий Гудков. И правильно сделал. Своевременная ревакцинация крайне важна. Врач провел обследование, а также собеседование, в ходе которого пациент рассказал, что первую прививку перенес без побочных реакций организма. Сейчас здоров и готов продолжить профилактику. Вакцина «Спутник Ви». Прекрасно себя чувствую. Никаких побочных эффектов нет. Мобильный офис Центра здоровья готов принять за день больше 50 пациентов. Даже в утренние часы желающих сделать прививку много. С собой каждый житель должен взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Особое внимание врач обращает на состояние здоровья пациентов. Например, у этого повышенное давление. Давай потолкать давление. Доскет пока дадим. Нет. Потому что мы же вложились, может замерзли. Пока пенсионеру ревакцинацию отложили. Врач посоветовал отдохнуть и в ближайшие дни провести дома. Бывает и такое. Здоровье пациентов самое важное. Рисковать не стоит. Напоминаем, что ревакцинация – это повторная вакцинация от одного и того же заболевания, которое напоминает иммунной системе об инфекции. Я в советское время жил. И мы это все проходили. И я помню хорошо, как это все было. И против гриппа, против всяких детских болезней. А я в детстве болел достаточно много. И, будем сказать, помогало. Без этого было бы плохо. Специалистам Центра здоровья обращаются мытищенцы разного возраста. Каждый из них сознательно подходит к своему здоровью. Я считаю, что нужно, потому что, как минимум, это риск снижает. То есть, конечно, мы можем переболеть. Но зачем рисковать, если можно сделать прививку? Сергей Лоик – врач-терапевт с большой буквы. Один из тех, кто встал на передовую в борьбе с коронавирусом. Сотни и даже тысячи мытищенцев доверились ему. И сделали вакцинацию под его наблюдением. Сегодняшние пациенты все пришли на ревакцинацию. Препарат можно выбрать любой. Есть сейчас возможность выбора вакцин. То есть, кому-то нужна вакцина ГАМ, Ковид-Вак. Кто-то предпочитает Кови-Вак, Чумаковскую вакцину. Кто-то, допустим, опи-Вак Корону. Да, пожалуйста, любую вакцину мы имеем в наличии на сегодняшний день в автобусе. И в нашем мобильном центре здоровья. И мы можем спокойно сделать ту вакцину, которую человек предпочитает. Напоминаем, что привиться можно в городских поликлиниках, а также в пункте вакцинации торгового центра «Фудели». По-прежнему временно закрыты пункты в торговых центрах «Красный», «Киты» и «Перловский». Всего в Мытищах вакцинировано почти 170 тысяч человек. Ревакцинировано более 18 тысяч. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский. К другим темам. За неделю у Мытищих произошло 115 дорожно-транспортных происшествий. Два из них с пострадавшими. Так, 4 февраля водитель автомобиля «Пежо» на Липкинском шоссе не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение. 4 февраля примерно в 17 часов 35 минут напротив дома 5 по улице Комарова водитель автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на нестраждолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда серьезной травмой получил 6-летний мальчик. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил. Водителям рекомендуется во избежание наезда на пешеходов заранее при приближении к пешеходным переходам снижать скорость автомобиля. Кроме этого, учитывать погодные условия и обязательно держать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Важно избегать резких маневров, так как это может привести к потере контроля над управлением автомобилем. Пешеходам, в свою очередь, рекомендуется начинать переход проезжей части только после того, как они убедятся, что он безопасен. Важно помнить, что для остановки автомобиля водителю необходимо время, поэтому на дороге стоит быть особенно внимательными. Задолженность по коммунальным платежам явление распространенное. Кто-то допускает просрочку на месяц-два, а кто-то забывает оплатить квитанции и на полгода. И таких случаев ежегодно возникает по несколько тысяч. Однако в итоге приходится решать проблему более радикально. Тема продолжит Сергей Берзин. Это, казалось бы, одна из рядовых историй. Есть решение суда о взыскании долга более чем в 500 тысяч рублей за коммунальные услуги. Понятно, что накопился такой долг за очень продолжительное время. Все долго описан вот этот Лэнд Крузер. Машина опечатана. На какой срок? До погашения долга. Поначалу машину должны были отправить на штрафстоянку. Там их скопилось уже немало. Но по просьбе хозяина судебный пристав пошел навстречу. У вас замечания с, может быть, ходатайства какие-то будут? Ходатайство машину оставить под ответственное хранение. Понятно. А поступило ходатайство об оставлении ему транспортного средства на ответственное хранение. Рассмотрено, принято решение оставить ему на ответственное хранение. Ответственное хранение сроком на 10 дней. Если долг не будет погашен, машина будет выставлена на продажу. И вот к чему может привести элементарная коммунальная задолженность. Нужно следить за своими долгами, не допускать огромной просрочки по задолженности. Ну и в данном случае обращаться в расчетный центр. Обязательно договариваться о рассрочке платежей. Судебные приставы нам дают информацию, что у людей есть в имуществе и частный дом, и дорогие машины. Поэтому приходится к таким мерам прибегать. Конечно, долги образуются по разным причинам. Но когда их величина зашкаливает за сотни тысяч и даже миллионы, делать вид, что все обойдется, само собой, бесполезно. За долги надо платить. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. А сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Работает компьютер у самой батареи. Прибор не охлаждается. Соседка его греет. Компьютер задыхается. Остыть вовсю старается. Программа за программой все чаще ошивается. А счетчик электрический разбег берет космический. И счет ДС-энергию весьма он драматический. Не место электроники у теплой батареи. К энергопотреблению разумней подходим. Жостовская и Федоскинские фабрики участвуют в премии «Маршрут построен». Голосование в рамках Всероссийской премии внутреннего туризма с одноименным названием уже стартовало. В нем активно участвует и Московская область. Выбрать главные точки притяжения можно на сайте «Маршрут построен» до 31 марта. С одного IP-адреса можно проголосовать за любое число участников премии, но не чаще, чем один раз в день. В итоге будут определены финалисты по каждой номинации. Победителей выберет экспертный совет. Самые лучшие станут известны в апреле этого года. В номинации «Идея года» представлены губернаторские проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Больше всего номинантов от Московской области представлено в номинации «Своя марка». Среди них «Жостовская фабрика декоративной росписи», «Фидоскинская фабрика миниатюрной живописи», а также такие проекты, как «Коломна-Зарайск», «Древние кремли» и «Гастрономические радости» и сырный фестиваль «Сыр-Пир-Мир». О спортивных достижениях. Сегодня «Атлант» на своем льду проводит встречу с московским «Спартаком». В рамках первенства молодежной хоккейной лиги «Матичинская команда» уже провела два матча с Академией Михайлова из Тульской области. Оба матча прошли в напряженной борьбе. Первая игра завершилась со счетом 6-4. Во втором матче академики отыгрались со счетом 2-5. Вот как игру прокомментировал нападающий клуба «Атлант» Алексей Чуркин в инстаграм-аккаунте клуба. Мы были готовы, вчера сходили, покрутили велик, замялись, все было отлично, но по самой игре просто проиграли характером. Сейчас в рамках регулярного чемпионата «Атлант» занимает 13-ю строчку. Далее о победах в баскетболе. В Покровском прошли соревнования Центрального федерального округа по баскетболу среди команд юниоров до 18 лет. Всего в турнире приняли участие 6 команд из разных округов. По итогам игр наши баскетболисты заняли третье место. В символическую пятерку турнира вошли Петр Дорошенко как лучший нападающий и Федор Карев как лучший атакующий защитник. Пока весь мир следит за ходом Олимпийских игр, в округе продолжают тренировать юных спортсменов. Сейчас матичинские пловцы готовятся к первенству Московской области по плаванию. Представлять округ будет одна из сильнейших спортсменок школы Олимпийского резерва «Бригантина» Валерия Захарова. Как зарядиться на победу и обогнать соперников? Секретами успеха она поделилась с нашей съемочной группой. Валерия Захарова впервые пришла в бассейн, когда ей было 7 лет. Привели родители. Примером для подражания стала старшая сестра. Тренер говорит про Валерию, что она выносливая и амбициозная. Она всегда показывала себя как трудолюбивая, целеустремленная спортсменка. Два года назад она выполнила норматив «Мастера спорта». Она является победителем и призером чемпионатов и первенства Московской области. Побольше бы таких спортсменов, которые знают, чего хотят, умеют ставить цель. Сегодня у Валерия очередная тренировка. Впереди первенство Московской области по плаванию. Опыт у спортсменки большой. Она не раз выходила на международный уровень. Становилась лучше в своей возрастной категории в Чехии и Польше. Плавание очень сложный вид спорта, как физически, так и психологически, координационно. Многие недооценивают, но каждый день по два раза в день мы тренируемся. То есть часа три-четыре в день в общей сложности. Тяжело психологически, так как волнение очень мешает на соревнованиях. И чтобы показать достойный результат, нужно не только работать на тренировках, но и справляться со своими нервами. Эмоции – это то, с чем сталкивается любой спортсмен. И каждый сам решает, как с этим справиться. Например, Валерия старается сфокусироваться на победе и не думать о конкуренции. Получается, но не всегда. Сейчас спортсменка занимается в родной школе гимназии номер один. Здесь проходят уроки по плаванию для школьников, а также тренируются ребята из спортивной школы Олимпийского резерва. В урочное время, получается, дети плавают. У меня занятия ставят по плаванию. А в неурочные, в том числе вечером, дети приходят, занимаются с тренером для того, чтобы, соответственно, были достижения. И у нас есть высокие показатели в этой области. Потому что плавание, я считаю, что в школе – это как старт к тому, что ребенок пойдет выше уже к олимпийским рекордам. Для многих сверстников Валерия служит примером, а главной своей заслугой она считает статус мастера спорта России. Но это не предел. Пора задуматься об олимпийском золоте. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Матичинский. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее прогноз погоды. Напоминаем, наши новости также доступны на сайте Первого Матичинского и в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и берегите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. В эфире киноафиша в студии Андрей Колосов. И я расскажу, какие фильмы вы сможете посмотреть на нашем канале в ближайшее время. В субботу 12 февраля драма Терренса Малика, снятая трехкратным обладателем Оскара «К чуду». Эта лента затрагивает глобальные вопросы любви в отношениях и к Богу. После посещения Монт-Сент-Мишели молодая пара Марины и Нил возвращаются в Оклахому. И с этого момента их жизнь идет под откос. Нил изменяет Джейн, а Марина заводит роман с Чарли. Тут в коне запутавшиеся герои обращаются за помощью к священнослужителю Куитаны, которому и самому не помешал бы совет. Ведь погружаясь в проблемы и внутренние переживания прихожан, священник не может обрести себя, жить собственной жизнью. Премьера ленты состоялась в рамках 69-го Венецианского кинофестиваля, где картина получила премию Всемирной католической ассоциации по коммуникациям. Главную роль исполнил Бен Аффлек. Основная женская партия досталась Рэйчел МакАдамс. Роли второго плана исполнили актриса Ольга Куреленко, обладатель Оскара Хавьер Бардем и Чарльз Бейкер. Все, кому не чужды завораживающий и меланхоличный видеоряд, сдержанность диалогов и обтекаемая философия Малика, смотрите фильм «К чуду» в субботу 12 февраля. 13 февраля на нашем канале криминальная комедия «Удача Логана». Ловкие аферы, яркие персонажи и привет друзьям Оушена. В этом фильме есть все, за что зрители полюбили фильм режиссера Стивена Содерберга. Где-то в задворках штата Вирджинии живет ремонтник Джимми, которого увольняют с автотрека на Скар. Из-за небольшой хромоты работодатели боятся страховых рисков. Единственная дочка давно живет с бывшей женой, денег нет и не предвидится. Зная о том, что в одном из автотреков есть денежное хранилище, Джимми начинает разрабатывать дерзкий план ограбления. Одному ему не справиться. Джимми просит помощи у брата бармена, потерявшего на войне руку. Сестры парикмахерши и бывалого взломщика Джо Бабаха, которого для начала надо вытащить из тюрьмы. Кажется, что в их плане одни провалы. Но главное в ограблении – это небывалая удача, с которой, впрочем, можно договориться. Фильм был снят довольно быстро, всего за 36 дней. С главной ролью отлично справился Ченнинг Тату. Ради этого он даже набрал вес. Джо Бабаха сыграл Дэниел Крейг, который для роли решил радикально осветлить волосы. Причем и стрижку, и цвет актер выбрал сам, а затем и самостоятельно покрасил волосы. Также в фильме снялись Адам Драйвер и Кэти Холмс. Многие эпизодические роли исполнили настоящие гонщики на Скар. Комедию с неожиданным финалом «Удача Логана» смотрите воскресенье 13 февраля. Коротко о том, какие фильмы вы сможете увидеть на следующей неделе. 14 февраля романтическая комедия с Джоном Корбиттом «Я ненавижу день Святого Валентина». 15 февраля непосредственная комедия о животных инстинктах «Как воспитать мужа». 16 февраля душераздирающая драма с Дэвом Паттелем и шестью номинациями на Оскар «Лев». 17 февраля французская комедия о любви к футболу «Команда мечты». 18 февраля датский художественно-документальный фильм «Человек, который спас мир». И это еще не все. В выходные вас ожидают не менее интересные картины. Но о них мы расскажем в следующем выпуске. До встречи! Первая вакцинация прошла хорошо. Температуры не было. Самочувствие было удовлетворительное. Я иду с гордой, поднятой головой на вторую прививку. Настроение отличное. Так что я улыбаюсь. Я человек-оптимист. Поэтому все у меня нормально. Отношусь к медицине давно, много лет. Я уже 40 лет работала в мединституте. Поэтому я знаю, что такое прививка, ее значение для человека, ну и для всех окружающих. Во-первых, я хочу быть сама здоровая, чтобы здоровые были мои внуки и все окружающие вокруг меня. Да, бывают осложнения при любом заболевании, при любой прививке. Мыши люди индивидуальны. И каждый реагирует на нее пословием. Поэтому могут быть повышения температуры. Это, естественно, соответствует положительной реакции организма на то, что нам есть чужеродный антибелок. После первой вакцинации я ничего не чувствовала. Никаких ни общих симптомов, ни местных. То есть ни температуры, никаких болей не было. То есть все было нормально. Ну, я там замечала через две недели какие-то нарушения общего состояния. Ну, видимо, это было связано с какими-то там атмосферными явлениями. Потому что это уже было через две недели. Заполняла дневник, прислали через госуслуги. Ждала ту вакцину, которая будет однократно. Но потом, не дождавшись, все-таки посмотрела, что и коллеги многие прививаются. Потом я уже больше года не видела родителей. Хочется съездить туда и как бы быть не опасной. Поэтому вот решилась на то, чтобы нужно привиться. Через две недели начинается выработка уже антител. И через 21 день на 50-60% уже вырабатываются антитела. Но до конца еще человек по полноценный иммунитет еще не сформирован. После второй вакцинации через три недели формируется уже полноценный иммунитет. И как показали исследования, более 90%, от 90 до 95% случаев пациент гарантирован, что он не заболеет. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА